Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий, продолжаем играть замечательную игру с Абнатика. Я сейчас нахожусь недалеко от своей базы, я сюда уже за кадром приплыл для того, чтобы, ну, отметить здесь ещё один обломок. И заодно я, наконец-то, получил долгожданный бур, но, в общем-то, да, вот он, видите, бур костюма Краб, всё просто. Так, давайте, давайте теперь посмотрим, что у меня с едой. С едой у меня вроде ничего так. Ну и продолжим, соответственно, исследование наших, наших подводных миров. Так, друзья, сейчас всё, я готов. Можно, наверное, съесть аптечечку. Так, пойдём найдём здесь один обломочек. Есть вот один обломок, где-то недалеко. О, сейчас мы его разыщем. Здесь меня особо не покусают только. Так, давайте переключимся, может быть, на камеру. Обожаю через камеру смотреть. Прикольно. Так, ну что ж, имея бур, теперь я могу спокойно, наверное, пойти добыть кианид, вот, который необходим мне для изготовления скрижали, и теплоэнергетических, или, не знаю, как, источников питания моего транспорта, что, в принципе, очень здорово. Да, они помогут нам заряжать энергией от тепла, но, в принципе, как сказать, особо у нас тепла нет нигде, кроме как, я так понимаю, около гейзеров, или, или там, где у нас лава. Ну, в лаву каждый раз лазить, заряжаться не будешь, но, в любом случае, давайте... Так, что-то я застрял. А, я у этого, что ли, врезался. Так, друзья, вот рядом где-то у меня здесь должен быть, по-моему, обломок какой-то. Так, это не он ли? Сейчас глянем. Обломок, обломок, так. Не видно пока что-то обломков никаких. Да, есть какой-то, как будто статуя, смотрите, кого-то с руками стоит. Да, непонятно, ладно, тут не видно. А, вот, подождите, не это ли впереди? Да, похоже на то. Замечательно, вот, обломок. Я его тоже отмечу, чтобы просто знать, и проще было ориентироваться. Сейчас кинем туда... Маячок. Да, вот так вот, вот, видите, вот он рядом. Все, пойдем маяк кинем. У меня несколько маячков я сделал специально для этого, уже отметил еще там кое-какие обломки, пока проплывал. Ну, это все неинтересно. Я сейчас вот это вот отмечу, и пойду, наверное, на спуск. Так, это у нас название. Будет... Три в рэк. Что означает номер три. Ну, это не связано. Три и три. Три это значит дерево. На дереве. На дереве вот этот вот обломок у нас. Да. И скорее... Так, подождите-ка. Что у нас тут? А, вот, я хотел бы, наверное, поменять цвет у наших замечательных, так сказать, кораблей. Потому что я понял, что, пока лазил, я понял, что очень удобно ориентироваться, когда все одного цвета. Вот, но в любом случае мы уже рядом. Так, вот мотылек там у нас, да, где-то. Кианиты, кстати, я там прикинул. Не так уж много мне надо. Что-то штук семь, что ли, всего. Вот, но... В любом случае, надо его заполучить себе. Так, здесь вот эти несчастные осьминожки крутятся, да. Ну, мне недалеко тут опускаться. Надеюсь, что, может быть, они меня в покое оставят. Да, они что-то исчезают еще периодически. Игрушка, конечно, видно. Немножко не хватает ей ресурсов. И, не знаю, то ли это от таланта... От бесспорного таланта, конечно, в геймдеве. Нет, потому что авторы... Авторы игры, конечно, очень талантливые, я считаю. То есть, в плане придумать концепцию игры и все такое. Вот, они, конечно, молодцы. Но вот, может быть, такая ерундень, что... Что, например... Просто не совсем удачно сделана игра, там, на Юнити или что-то. Вот, она, конечно, видно, что она... Не хватает ей мощности, да, чтобы вот... Цвести и процветать. Просто потому, что... Может быть... Да, не очень, скажем так, хорошо сделано. Я не визуально и внешне, а вот, видите, ну, там, ландшафт не подгружается периодически, да, там, вовремя. Там, ну, всякая такая ерунда случается. Технические вопросы, возможно, авторам игры не очень сильно удается решить. Это, кстати, неудивительно. Это болезнь многих разработчиков. Потому что, кстати, по-моему, их игра Natural Selection, она же ведь не на Юнити. А вот это на Юнити. И, возможно, это результат. Но это не потому, что Юнити плох. Юнити просто достаточно такая спорная штука. Она... Мне надо очень хорошо знать, чтобы процветать на ней. Все приходит с опытом. Так, друзья, ну что? Я-то, наверное, скину здесь пару своих вещиц. Потому что они сейчас мне не понадобятся. А нам надо будет изготовить бур для нашего... Так, вот это, кстати, я заберу отсюда, наверное. Наверное, миниатюра... Миниатюра Авроры. Повесил там еще плакатик, правда. Да, я заберу. Мы сейчас сделаем на этот краб. Для краба, вернее. Сделаем еще один модуль. Так, это я, наверное, заберу. Хотя, не знаю даже. Вот я не уверен, честно говоря. Надо мне брать... А, давайте посмотрим, что нам понадобится. Нам понадобится... Так, нам литий, алмаз, титана. Ерунда, это все у нас есть. Так, я бы еще что сделал. Вот нам надо модуль теплового реактора. Ну да, это вряд ли мне нужен. Тут этот будет... Дредлокатор циклопа я еще не нашел. Так. Ну что ж. И мне бы тепловой реактор костюма краб. Вот. Тоже хорошая вещица. Да, но киани-то надо там... Сколько у нас по... А, ну то есть пять нам надо. Ладно, наверное, этих мы, друзья, пока брать не будем. Хотя, подождите, там для скрижали что-то еще нужно. Да, кианид нужен для скрижали. Ну. Ладно, пускай это тут все будет. Кстати. Подождите, а я же могу здесь прямо все изготовить, да? Так, костюм краба. А, нет, костюм... Вернее, этот... Сверло. Лития, алмаз... А, алмаза у меня точно нету. Ладно, тогда возьмем вот что. Ну и ресурсы заодно перекинем. Че они тут болтаются все равно. Вот это вот, например, все переплает. Тем более тут еще... Я нашел немножко какой-то ртутной руды. Серебряная руда. Никелевая руда. Да, в принципе, нормально все. Ну, полно у меня ресурсов здесь. Алмазов только нет. Ну, да ладно. Не будем... Не будем переживать по этому поводу. А пойдем лучше быстрее сделаем... ...себе... ...все необходимое. Так, здесь у нас... ...эти друзья. Так, кристаллическая сера. Вот это, кстати, вопрос. Где у меня кристаллическая сера? Хороший такой вопросик. Эй-эй-эй, не помню. Так, вот этого вообще у меня нигде нет. Золото. Ладно. Сразу тогда... О! Забыл взять энергоячейки. Да, как же я так? Несколько энергоячейок было бы неплохо, конечно, зарядить, пока я тут... Хотя, может быть, от теплового реактора циклопа... Когда я его сделаю? Да не знаю, когда я его сделаю. В любом случае. Так. Что у нас тут? Сидат один процент. Сорок два. Вон, двадцать два возьмем. И это сорок два. Нормально. Так, да. У нас, кстати, вот эта панель отличная появилась, которая позволяет нам получать доступ прямо к нашему крабу. Да, и модули устанавливать на него, что очень здорово. Хотя... Выглядит не очень реалистично, потому что мы как будто телепатией их перемещаем туда. Вероятно, это не наше дело просто. Так, ладно, сейчас я быстренько прогоню тут все. Посмотрю, где у меня что лежит. Кварц. А мне алмаз нужный, да? Так, алмазы есть у меня алмазы-то? О, вот это сюда. Так, а тут что-нибудь есть? Что у меня тут где-то золото было? А, во. Ты будешь здесь лежать. Так. Да, два золота каких-то. Непонятно, что они тут делают? Алмазы мне нужны. С алмазами не факт, что у меня хорошо. Никелевая руда. А, вот есть. Там три алмаза надо, что ли. Еще раз глянем на рецептик. Так, и... А, литий, литий. И еще... Три, да? Все правильно теперь? А, пять. Стоп. Ну ладно, вот так тогда. А, нет, это же не тут делается. Это же вот тут, да? Так, вот у нас пропульсионное... Оглушение мотылька. Нет, а где... А, секундочку. Скорее всего тогда... Кстати, о, чистая вода. Чистая... Так, станция. Она и соль еще дает. Прикольно. Так, выпьем. Плюс пятьдесят. Балдеть. Классная штука. Да, вот она. Вот он. Бурь костюма краб. Ну что ж, есть у нас эта штука. И теперь мы можем спокойно теперь отправиться туда, куда нам надо. А надо нам с вами... Кстати, поесть нам надо. Так, поедим. И... Ай, я забыл совсем эти энергичейки поставить. Вот болван. Так, ладно. Пусть хоть немножко постоят. А я... Так, я туда? Да, туда. Мне надо преобразовать... Титанчик. Так, сейчас мы титан сделаем. Да, упал нотом. Так, а кстати, еще что-то я хотел, да? Сейчас, друзья. У нас же появилась еще панель для запуска кораблей. Так, она, по-моему, строится-то она где? Так, а вообще где она? Да, рецепт создания этой площадки для запуска кораблей. Только я вот что-то не совсем могу понять, куда я нам ее помню. А, вот. Строитель. Ага. Строитель. Транспорт, я так понимаю, наверное, да, все-таки? Строитель все-таки. Ну ладно, надо пластелевый слиток, в любом случае аэрогель. А, нет, это не то. Вот. Титановых слитков две штуки, энергоячейки, компьютерный чип. Вот, кстати, все это можно сделать. Да, пока она заряжается. Титановый слиток две штуки. Так, не хватило, однако. Сколько там у нас? Шесть? Четыре надо, да? Отвесил М4. Так. Еще один титановый слиток. Вот это как раз мы сделаем. И вот уже можно будет в любой момент поставить эту площадку. Отлично. Теперь нам надо компьютерный чип, два свинца, энергоячейку. В принципе, энерго... Так, компьютерный чип. Ах, елки-палки. М-м-м, ну да. Нам для этого... Так, компьютерный чип, вот у нас провода. Так, вон, значит, там провода нужны. Да, и два золота, по-моему, для этого. Ладно, сейчас я вспомню, что там надо. Прямо здесь посмотрим. Так, компьютерный чип. Одно золото, именно провод и этого, да. Значит, одно золото мы... А я, по-моему, не туда его сбросил. Не, я, по-моему, не туда золото скинул, да? Точно. Да. Главное порядок. Самое главное. Так, для этого вроде набрали. Теперь. Вот он, бур. Есть. Что еще? Для киа... О, для модулей. Для модулей, друзья, да? Для модулей... Вот этих. Плялини... Так. Комплект проводов. Это костюм краба. А, его я могу сделать, наверное, только... Улучшение транспорта. Ну да, я, наверное, здесь только смогу сделать. Ну ладно. Забьем на это дело. Доточимся на этом. Пластылевый слиток, значит. Мне, значит, еще один титановый нужен, аэрогель, кианит. Значит, еще титановый, еще десяток мне надо. Так. Пяток. Еще пяток. Значит, это мы делаем титановый слиток. Сразу подготовимся, кианита получим, и все будет замечательно. Так. Есть один. Так, это никель, да? Нам нужен никелевая руда, по-моему. Или сколько там, я не помню уж. Пластылевый слиток. Два никеля. Ну все верно. Еще, сейчас, кстати, можно будет испытать. Испытать это все в деле. Значит, у нас аэрогель. Аэрогель, по-моему, делается... Так, а еще что? А, кианит, понятно. Аэрогель делается из какой-то муры, в общем. О. Так. Вот еще что мы можем, да, сделать. Силиконовая резина. Медная руда. О, точно, точно. Батарейку, наверное, можно для фонарика такую сделать. Так. И мне надо... Так, аэрогель это... Угу. Кристаллоксида алюминия и гелеобразный мешочек. Сколько их там надо-то было нам? Те, где они? Вот они. Два. Значит, это... Так, что ли? Так, ладно. Все равно. Где-то здесь был мешочек этот. Сделаем вот так вот. Я что-то уже в этих цифрах. В количествах. Тут же бегать все время надо, таскать все. Так, где эти вещества? Вот они. А, по одному. Ну, отлично. Так, аэрогель. Класс. Так, дальше. Значит, аэрогель есть кианит. Осталось добыть и... Остается нам сделать сейчас здесь... Наверное... Только где-то батарейки-то. Вот эти отличные батарейки. Вот они. Так, ионные батареи. Мне надо... Давайте сделаем две, может быть... Две... Две энергоячейки, да? То есть мне надо... Ну, ну, давайте возьмем пять. Пять кубов. Да? Пять кубов ионных. Чего нет? Да, очень сильно изменились рецепты, друзья. После последнего обновления. Прям вообще. Особенно в строительстве... Модулей разных баз. Я прям... Обалдел, честно говоря. Потому что... А, я не сюда пошел. Потому что прям... Мне повезло, что я заранее все построил. Потому что все изменилось. И привет. Как говорится. Так, вот это все, кстати. Можно поближе все сложить. А то здесь что-то многовато. Больно. Разбросано сильно. По разным местам. Так. Раз, два, три, четыре. Пять. Жалковато. Ну так. Жалко прям. Я имел ввиду. Ладно. Так. Да, туда-сюда бегаем. Не, я мог, конечно, на этом все построить. Но... Пока заряжается все равно. Так. Мне не нужны вот эти штучки. Так. Мне не нужны вот эти штучки. Так. А мне нужны две ячейки. Надо вот так вот. И... Куда их? Куда их совать-то? А, наверное, в этом. Прям. Наверное, прямо здесь. Да, где-то делаются они. Энергоячейки. А, медная руда. Да. Медная руда. И... Да. Ну-ка. Ага, вот. Это батарея, да, ионная. Ладно. Одну батарею сделаем. А мне там надо... Все-таки, наверное... Да, силиконовая резина-то где у меня? А, вот так вот. Ну-ка, сделай-ка мне две энергоячейки. Да, кубы, конечно, это жалко. Такое дело. Так, а что у меня... А, медной руды теперь не хватает. Надеюсь, не сразу заряженные будут. Что, в принципе, круто. Так, отлично. Глянем. Да. Тысяча. Заряд тысяча. Обычно я не помню сколько. Ну да ладно, в общем, все есть. Еще остались энергоячейки. А, подождите, а им там разве не нужны были они? А, там не надо было, да. Прям из ионного куба. Ага, все, я понял. Я думал, что... Так, ну все вроде как бы. Все как бы. Да, я фонарик, наверное, тогда поставлю эту. Что она там, сколько? Она 500, да? Отлично. Так, а это мы идем. Тогда. Ставим туда. Интересно, интересно, посмотрим. Тем более, если зарядник влепить вот этот термальный, то вообще будет классно. Правда ведь? Так, сюда вставляем. Мощь. Так, кстати, у нас нет пустых случайно. Может быть, 32. Да, что-то они как-то разряжаться стали не очень удобно. Дайте сюда это скинем. Так, бур. Бур мы можем вот тут поставить. Сразу поставим этот бур. Кстати, а что? Пойдем испытаем его. Эй, открывайся. Так, ну что, есть тут что? Так, это одно. А, вот так он, да, работает. А где у вас тут есть какие-нибудь огромные куски чего-нибудь? Ой, прошу прощения. Да, как назло, нет. Ну ладно. Тогда сделаем проще. Тогда сразу туда пойдем. Че терять время-то? Так, а, подожди. А, ну да, мне надо кианит еще добыть. Все, полетели. Базу чуть не свернуло свою. Не сковырнуло, я бы сказал. Так, а это что у нас тут? Да, вот смотрите, полно ресурсов. Чего? Сканирование местности показывает расположенный неподалеку проход, ведущий... Че, куда он там ведет? Да подожди, куда ведет проход? Отлично, куда-то вниз закидывает. Сканирование местности показывает расположенный неподалеку проход, ведущий в биом с обширными окаменевшими останками. А, ну это он и есть. Фигня. Да, тут, конечно, проблема, что какая-то отложенная информация постоянно всплывает. Кстати, жалко, что эти камеры... А может и хорошо, что они синхронные или несинхронные. Непонятно. Так, до базы стражей сейчас допрыгнем, а потом уже оттуда, конечно, пойдем пониже спустимся. В любом случае, мне этот модуль ставят сюда из кианита. Поэтому, конечно же, на этом... На циклопе запрыгнем. Блин. На, там вон он. Оп. Давай-давай-давай. Давай сюда. Эх. Блин, как бы не застрять. Это самое плохое. Садишься, когда на какой-то штырек, и начинаешь на нем вертеться вот так вот. Не можешь слезть. Хотя, вроде, он ни за что не зацепился, как бы. Физика. Такая. Ёлки-палки. Да, здесь, конечно, проплыть на этой бандуре. Так, база стражей, так где она вообще? Что-то я не заблудился ли? Можно тут промахнуться. Так. А куда она течет? А, во. Точно промахнулся. По-моему, промахнулся все-таки. Придумали такую фигню. Тут фиг пройдешь. Не, не, сюда. А, не, или сюда. Да, база стражей в этом направлении. Не самое удобное путешествие здесь. Давай, давай, чуть выше. Каждый раз здесь мучаюсь. Ладно, дальше будет проще. Так, ну давай, всплывай. Непонятно вообще. Они с расчетом на то, что делали, что сюда кто-то заплывать будет подобного размера. Так, насколько я помню, там дерево с яйцами этих друзей. Да, вот оно светится там. Да, такой замаскированный вход, конечно. Так, ну в принципе, этот базу стражей мы... Фабрика даже, наверное, назвать ее правильнее. Стражей мы пропускаем мимо. Нам уже неинтересно, насколько я помню. Там, правда, будет один левиафан впереди. Ну че. Так, идем. Уж который раз мы тут проходим. Не, ну красиво, конечно, да. Только вот что-то здесь какого-то мусора много. Может быть, как бы это останки каких-то животных, что ли. Не знаю, но откуда им тут в таком количестве быть? Тут прям куча всего для того, чтобы жить. Только пузыри. Какая-то, я не знаю, там вся... Активность как будто чумовая. Тараним всех рыб. Увидел, что ли? Нет, не увидел вроде пока. Ну давайте быстрее вниз-то опустимся. Кстати, интересно, а что будет, если дальше проплыть? Прям в него. Там, по-моему, только сзади нападает. Если не ошибаюсь. Да, кстати, вот тут какая-то дырка еще непонятная. Так, нам-то вниз, это ясно. А что здесь? О, что-то новенькое. Что я, по-моему, такого не видел. Да, заодно глянем. Глубина какая. 700. Ничего себе здесь. Красиво. Да, это даже, кстати, отличается, по-моему, от того, что в другом месте. Я имею в виду с той стороны, где вход. Да, получается, я тут никогда и не был. Тоже полно гейзеров, иначе можно базу строить. Хорошо, дымят. А, во. Смотрите-ка, здесь еще труп. Вернее, не труп, а скелет. Слушайте, а его, наверное, изучить можно, что ли, я так понимаю. Заодно выйдем, подремонтируемся. Да, есть у нас повреждения там небольшие. О, пора пить воду. Что это? Титан. Так, где у нас тут скелет-то? Можно его изучить? Такой призрачный левиафан. Только что-то он неизучаемый. Удивительно. Ну, что красиво тут. Не зря побывал. О, алмаз. А, не, кварц. Да, кварц, правильно. Так, ладно, найти дырку, вон она. Кстати, да, хорошо, что я сюда зашел, потому что в любом случае я здесь еще не был. И, вероятнее всего, есть же выход отсюда, наверное. Какой-то. Ведь туда можно как-то выйти. Причем, смотрите, в сторону... В сторону этого... Мотылька плыву. Так, добро пожаловать. Ну, знаете, меня это так заинтересовало, что даже я плюнул на этот кеанид. Да, это явно прям сделано для нашего путешествия с помощью циклопа. Смотрите, полно скелетов. Да, похоже, здесь выход какой-то. Вот бы еще скрижаль бы найти. Так, ага, во. О, класс. Где мы оказались? Слушайте, нормальное местечко такое. Надо теперь только обратно вернуться по нему. Не, я даже не знал. Надо здесь было бы... Слушайте, а надо здесь поставить этот, как его... Маяк. Маяк поставить, альтернативный вход. И все. Сейчас мы это сделаем. А у меня был маяк. А, нет. Маяка нет. То есть, а там надо... Не помню там что. Медь, по-моему. О, медь и... Ээээ, меди что ли нет у меня, да? Да, вряд ли у меня медь есть, конечно. Ну ладно. Значит, не судьба. Значит, нам нужно срочно покушать. И посадить. А то что-то мало остается. Не, опять что ли за старое? Слушайте, опять за старое взялось. Да что такое-то? А, нет, вот. Сработало вроде. Все, ладно. Побежали. О, тут еще, кстати, где-то этот. Здесь где-то еще серьезное существо плавает. Большой друг. Так, ладно. Опускаемся обратно. Красивое местечко. Да, вход такой интересный. Я все время хотел туда нырнуть. Даже вот наоборот, сплыть через него. Получилось, наконец-то. Наверняка здесь тоже что-то припрятано. Но это надо изучать уже с помощью, там, мотылька, конечно. Не на этой бандуре шнырять. Ведь она неповоротливая, и с нее мало чего видишь. Даже если бы был бы вот такой, не знаю, тут такая симфония этих всяких цветов и огоньков, что даже если бы был бы, например, была бы отметка вот из этих. Инопланетный, да, такой, значок. Столбик, указывающий там, куда нам плыть. Его и не заметишь. Так, вроде сюда нам. Сейчас, да. А еще ниже, да. Еще ниже. Как я помню, один там секретный вход к телепортатору инопланетному, он был спрятан под этим, под водопадом этой кислоты. Ну вот. То, куда нам надо опуститься. Не, ну я все понимаю, но извини, ты опоздал. Что там, есть повреждения? Да, есть какие-то повреждения. Небольшие. Все. Да, тут, правда, эти паразиты присасываются. Присасываются. Ну вот, в принципе, и добрались мы до Кианит, конечно. Правда, здесь, наверное... Ну, тут нам мешать. Все, кому не лень, но ничего. Да, вот сейчас встанем где-нибудь вот тут. Так, отлично. Отлично и побежали, да. Есть эти присоски и есть повреждения. Ну да ладно. Так, Кианит. Где он? Так, интересно, а... Сейчас всплывем, посмотрим. Должны же быть где-то они тут. Кристаллы-то эти. Главное, я их видел. Когда опускался. А теперь что-то их совсем не видно стало. Что за дела-то? Честно, как он издает эти звуки в воде? Слушайте, неужели они выше все оказались? К этому бы я не хотел, конечно, приближаться. Да, сюда я тоже не достану, наверное. Чё-то ерунда какая-то. Почему здесь нету Кианита-то? Ладно, поднимусь повыше ещё. А, вот он. О, там, кстати, какая-то пещера. Ну давай. Наконец-то я... Кстати, я знаю, что, оказывается, Кианит можно раздобыть из лавы. Бурить Кианит. Ничего себе прикольно. Так, надеюсь, он сразу мне падает в инвентарь хоть. Нет! Да вы издеваетесь. Чё, он падает? На землю, что ли? В лаву? Или это единственный кусок, который я добыл? Я думал, что я буду получать много Кианита. Обалдеть. Обалдеть. Чё-то как-то... Не технологично. Ладно. Будем делать то, что есть. Хорошо, хоть так далее. О, два. А в лаву бы. Только... Не нырнуть. Опс. А, ну в принципе, пофиг. Кстати, не сказать, что уж прям такой серьезный урон. Всё. Не, ещё есть. Мне, по-моему, кстати, и нужно было только всего-то ничего этого. Кианита. Да, маловато выпадает, друзья. Не от опыта ведь это зависит. Ну, интересно, они сделали, конечно, этот режим сбора. Такие откалываются кусочки. Я всё думал, как они сделают, что он сверлит. Ну, собирает, в смысле, этим, да? Так, ладно. Вот этого надо подобрать. Это он что-то совсем наглый. Так, не то. Сразу отсканируем его. И соберём. Потом куда-то укатиться решил. А, вот ещё один. Ну и... Достаточно, мне кажется. Пока. Хотя, конечно, про запас бы я бы взял. А, пойдёмте быстрее сделаем этот модуль. Тепловой. Заодно скрижаль. Нехило я забрался. Солидно так спрыгнул. Так, ну что? Готовы выдать мне? Так, а чё? И чё... А! Всё ясно, да. Не тут делается-то. Так, вот он. Модуль. Тепловой реактор, друзья. И теперь, наверное, нам его сюда надо, да? Так, есть. Превращай тепловую энергию окружающей среды в электроэнергию. Так, ну чё, даёт нам что-нибудь? 300. Так, ну да, смотрите, заряжает. Друзья, заряжает потихонечку. Тихонечку. Да, только я забыл отремонтироваться, что на самом деле не очень хорошо. Спущусь напоследок. Вот. Или давайте уж с вами здесь попрощаемся, потому что... Думаю, что... Скрижаль, наверное, сделаем в следующей серии уже, да? И я благодарю всех, кто посмотрел эту серию. Возвращайтесь ко мне на канал ещё. Продолжение будет. В любом случае, есть что ещё нам сделать. Я желаю вам всего хорошего. С вами был Григорий и игра Сабнатика. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»